ПОХОТЬ В Грехопадении, по учению православной церкви, человек был страшно искажен. И те свойства души и направления деятельности человека, которые были благословлены Богом, они переродились до неузнаваемости. Вот святые отцы говорят, например, что гнев вложен Богом в человека до грехопадения. И Адам знал, что такое гнев. Гнев должен был отвергнуть предложение сатаны. Но Адам этого не захотел. Господь сказал человеку, плодитесь и размножайтесь в раю до грехопадения. Но после грехопадения половая сфера человека претерпела наиболее катастрофические изменения. Можно провести параллель с едой. Человеку нужно есть, да. Но человек ест до обжорства, до болезней, потому что не может остановиться. Примерно то же самое происходит и с вот этим благословенным Богом, даром деторождения. У замечательного такого богослова-исповедника Сергея Фуделя, богослова XX века, есть удивительный образ. Он говорит, что если собака находится под столом, кушает из миски, то, что вы ей туда кладете с благодарностью, лежит вам руку, она на месте. Если она запрыгнула на стол, ест из вашей тарелки, а когда вы пытаетесь остановить, кусает вас за руку, она не на месте. Вот он говорит, что точно то же самое произошло с вот этим даром деторождения, который дан по замыслу Божию, вложен в человека. Уже теперь искаженный этот дар, превратившийся вот в такого страшного пса, он управляет человеком. У меня был такой эпизод в моей священнической практике, который меня очень тяжело поразил. Я сидел и принимал посетителей в так называемой канонической группе при епархиальном совете. Каноническая комиссия обычно она называется, хотя таковой не является. Рассматривают вопросы вторых и третьих браков, разводов и отпевания самоубийц. Вот эти самые частые вопросы. Пришла пожилая женщина, вся в слезах. И говорит, муж застрелился. Я говорю, ну есть ли какие-то основания, почему вы считаете, что его можно отпевать? Был ли он душевно больным? Нет. Тогда нет оснований, от чего он застрелился? Она говорит, перестал иметь возможность супружеского общения со мной с женой. Я пришел в ужас, потому что для человека это было смыслом жизни. Естественно, по старости это прекратилось, а больше для него в жизни значимого ничего не было. Молитвы не было, любви к детям и внукам, заботы о них, служениям не было. Все. И он закончил эту жизнь. Понимаете, вот этот пес, который не просто запрыгнул на стол и кусает руку, а который перегрыз горло хозяину. И кто из них хозяин? Пес или человек? Вот не дать этому урагану вырваться наружу и управлять моей жизнью. Вот что должен христианин делать. Есть люди, которые полностью перекрывают себе эту часть жизни. Они называются монашествующие. Они ведут эту борьбу долгую, изнурительную. И те дары Божии, которые им даются в ответ на эту борьбу, они превосходят все, что нам доступно, людям мирским. Но каждый ли на это способен? Конечно, нет. Поэтому надо хранить целомудрие, создавать семью с целомудренным человеком и эту сферу жизни держать под контролем своего духа. Чтобы, как и было в раю, когда телесное водами полностью должно было быть подчинено духовному, а не наоборот. Как еще раз проведу параллель. Есть такое знаменитое пресловие, да? Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Вот когда все на своем месте. Христианин призван к этому. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...